всем привет и сегодня я буду рисовать свою черепаху вафли ну мы отправились вместе с вафлей на плюнер это рисование на природе и я хочу вас с ней познакомить вот моя черепашка вафелька вафли только не убегай пожалуйста далеко ну вот мы с ней отправились на прогулку и пока она непослушная очень я ей подарила кстати вот эту черепашку мы будем рисовать сегодня водяную черепашку ну вот пока вафли гуляет мы будем ее рисовать вафли подожди пожалуйста чуть-чуть я сегодня взяла с собой фломастеры поэтому мы будем рисовать фломастер значит мы сначала должны нарисовать капельку вафли тоже хочет рисовать сейчас она проползет ну ты специально по картине ползешь а значит рисуем капельку абсолютно любую капельку почему капельку я объясню чуть позже внутри рисуем еще одну капельку только другим цветом я возьму рот значит мы рисовали капельку и вот эта капелька включая хвостик теперь видите тут панцирь мы будем рисовать прямыми линиями столько чуть попозже ну я возьму красный цвет нарисовать голову рисуем изогнутую такую линию да уж у меня слишком длинная голова но ничего будет очень любопытно черепашка затем мы нарисуем розовым цветом лапки мы рисуем плавники это раз и два там другим цветом 1 и 2 теперь я хочу взять зеленый рисуем еще плавнички замечательно когда вы рисовали лапки плавнички и голову мы должны нарисовать панцирь значит как мы разукрашиваем панцирь помните я вам показала бафлю мы берем цвет совершенно другой и рисуем прямые линии вот так раз два ну и всякие прочие линии но даже этот фломастер видно на камере поэтому я возьму чуть-чуть поярче зелененький что мы делаем рисуем разные клеточки тут рисуем абсолютно разные узорчики потом я хочу взять вот там фиолетовенький все что угодно кстати вы знали то что есть сухоботные черепахи и есть морские черепахи морские черепахи плавают воде сухопутные как вафли ходят по суше черепахи могут жить до 200 лет ну или больше ну короче около того они очень долго живут даже больше людей еще это рептилии я знаю змея это рептилия всякие ящерицы это рептилия черепашки это рептилия и крокодил это тоже кажется ящерицы пишите в комментариях если у вас какие-то домашние животные если есть то какие а если у вас кстати черепахи интересно если есть такая сухопутная или морская мне тоже очень интересно будет узнать пишите в комментариях я уже почти доделала ей сторону только надо тут еще чуть-чуть поделать ну вот можно так брать абсолютно разноцветные фломастеры это будет интереснее смотреться а если вы не хотите брать разные цветные фломастеры то уберите один цвет тоже будет ничего и я сейчас вам покажу просто базовые вещи ну а дальше все зависит от вашего терпения и от вашей фантазии что мы можем сделать посередине мы можем ну либо всякие линии но это будет сливаться с стороной поэтому я в середине нарисую шестиугольник раз два три четыре пять шесть ладно не шесть семь восемь восемь восьмиугольник можно его внутри как-то интересно закрасить и можно к нему сделать разные линии например как волнисты ли не зигзаги всякие и в общем всякую прочелу буду я буду и разных цветов это все можно сделать потом не забудьте нарисовать глазик я его сделаю черненький потом она его закрасить интересненько матерь пахнул увидела поезд ну ничего нарисуем ей такой глазик я и сделал вот такой мультяшный глазик ну чтобы был такой блик что ли вот моя черепаха получилось очень странно ничего я начну закрашивать пока что все а вы посмотрите что получится в конце ну вот какая картина у меня получилось вафелька у меня получилось вот что у меня получилось вот такая вот узорчатая черепашка у меня получилось назову ее вафелька можно еще добавлять разные фоны ну что подписывайтесь на канал жмите колокольчики ставьте лайки и жду ваших работ вы можете рисовать в разных техниках к примеру вот эту черепашку я нарисовала мелками это как вафли был подарок ну тут правда камня шея присутствует а еще можно рисовать краской фломастерами мелками пастелью чем угодно ну вот вот такие вот работу у меня получились пока пока а